Больше двух тысяч грузовиков проехали по Крымскому мосту за первые сутки после снятия ограничений на передвижение многотонных машин. При службе оператора транспортного перехода Уппордор-Тамань сообщают, общая интенсивность движения составила за прошедший день почти 10 тысяч транспортных средств. Напомним, 1 октября в полночь открыли движение фур по мосту. Керченская паромная переправа, в свою очередь, приостановила работу. В Министерстве экономического развития республики отметили, после запуска железнодорожной части пропускная способность перехода увеличится до 14 миллионов пассажиров в год. Это также позволит развиваться Крыму более высокими темпами и на новом качественном уровне. Ну и откроет дорогу бизнесу, ведь запуска автодорожной части Крымского моста особенно ждали не только туристы, но и предприниматели. Теперь они могут воспользоваться новыми возможностями стройки века. Отметим, что это больше среднесуточных показателей Керченской паромной переправы. Принесет ли это экономические эффекты и когда его ждать? Подробности в материале. Недорогая и быстрая логистика – главное преимущество открытия движения грузового транспорта по Крымскому мосту, отмечают специалисты. Стоять в очередях теперь не придется. Такая организация движения должна повысить интерес предпринимателей с материка, уверены в профильном министерстве Крыма. Будет развиваться конкуренция, и это не только расширит ассортимент товаров. Под влиянием этой конкуренции мы рассчитываем на то, что, во-первых, удастся избежать ценовых колебаний сезона. Открытие движения для грузовиков – крепкое звено в цепи совершенствования ценообразования в Крыму. Стимулом развития торговли и снижения стоимости розничных товаров станет и оптовый логистический комплекс, который планируют построить под Симферополем у трассы Таврида. Позволит полностью войти в систему торговли Российской Федерации, завязать все логистические центры Юга России в одно общее информационное звено и вот таким образом осуществлять поставки, и в том числе помочь крымскому производителю, для того, чтобы он аккумулировал на нем свою продукцию и как реверс пускал на материк. Существенному снижению цен также поспособствует уже открытие железнодорожной части Крымского моста. Прежде всего это коснется горюче-смазочных и строительных материалов. Екатерина Серегина, Олег Черемисин, Новости 24.